всем большой привет из барселоны приехал сюда два часа дня так построил свой график то что проснуться умыться потом приехать на вокзал сесть на поезд и вот прям можно сказать такие открыв глаза и очутиться прямо в центре барселоны очень хочу есть у меня маленькое окно где-то минут 20 и думаю сначала приеду на место съемки уже попробую найти какое-то место скоро все будет барселоне ездить вот на вот таких вот машинках смотрите постоянно уменьшают улицы и смотрите вот было тут четыре полосы одну убрали сделали ее для велосипедов и много улиц вообще убирают две полосы и оставляют одну то есть сделают дополнительные участки для пешеходов для кафе и другая половина это для такси автобуса еще одна часть для велосипедов в общем для машин остается только вот одна полоса из-за этого тут уже многие решают для себя ездить на мотоциклах либо на велико никита поехал смотрите вот такое место я нашел это прям прям там где я буду работать не первый раз пробую такое странное блюдо посоль с какими-то вот штуками прикольно я уже готов есть все что было на самом деле а сейчас я об этом все это и есть и и и и и и и и Уже начал свою съемку, сегодня все очень в спешке, потому что делаю фото и видео, и времени почти нету, чтобы как-то переводохнуть, отвлечься. Вот, только нашел момент на кофебрейк, 10 минут у нас есть перерыв, так что могу взять себе кофе, отдохнуть и поснимать немного улицу. Вот смотрите, как выглядит это место, где офисы. В Барселоне вообще очень распространено делать офисы вот в таких вот зданиях под заводы, потому что тут огромное помещение можно снять, и мы сделаем там ремонт, и после этого будет хороший офис вот теперь, в принципе, недалеко от центра. Как люди работают сейчас в диджитал-компаниях, выглядят со стороны как будто школа на самом деле. Мы сдали задание, они расслабились на команды, и скоро будет выступление. Всем привет! Начинаю свое утро с лавашика с фалафелем. Все очень аппетитно. Я начала его есть, но потом я подумала, что надо его разогреть, подогреть на сковородке, чтобы он был вкуснее. Женя тут не дает мне приготовить еду. Смотрите, какие аппетитные лавашки с фалафелем будут на обед. Сделала себе два, не знаю, поместятся во мне два или нет. Помыла волосы, и, кстати, цвет становится все светлее и светлее, потому что тоник смывается, и мне так намного больше нравится. Так что буду сейчас обедать, и Женю укладывать спать. У меня вот пришла посылка с Примор, и решила вам показать шампунь, который мне посоветовала моя девочка-парикмахер для Майла Бонда. Когда заказываю что-то в Приморе, они всегда что-то сладенькое кладут. Представляете? Прикольно. Милочи, неприятно. Вот такая шампунь от Tigi. Bad Hat Serial Blonde. Вот такой вот шампунь мне посоветовала Наташа. И кондиционер для волос. Тоже из этой же серии. Так что буду пробовать, как он подойдет мне. Я вышла в 20 евро. Но здесь много и кондиционера, и шампуни, поэтому, в принципе, я думаю, это стоит того, если он действительно классный. Но этот бренд всегда очень круто пахнет, прям сладким таким. Так что буду пробовать. Мои волосы почти высохли. Я стараюсь, чтобы они высыхали без фена. Потому что таким образом они не сильно портятся. И нужно пойти расчесать их. Да, Жень? Я пока на улицу не иду. Жду, пока Женя уснет на длинный сон, чтобы лечь с ней и почитать книжку. Пришел тот момент, когда я предпочитаю почитать книгу, чем идти тусить. Это называется «Все, приехали». Да, мудрость. Мудрость пришла. Пришла моя старость. В 23 года. Даже. Мишка косолапый по лесу идет. Шишки забирает, песенки поет. Шишка оборвалась прямо Мишке в лоб. Мишка рассердился и ногою топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ Мишка сделал. Вышли мы с Женей прогуляться. Она хорошо поспала, я смогла с ней полежать, почитать. И сейчас идем гулять. В общем, идеальная жизнь в декрете. Чтобы высыпаться вдоволь, и вообще было бы все идеально. И я завдумалась о том, что раньше я была какая-то очень негативная и как-то постоянно ощущала какую-то грусть. А сейчас у меня такие случаи очень нередко случаются. Я думаю, все зависит от нашего образа жизни. Потому что все-таки наши мысли и наш образ жизни влияют на мироощущение. То есть, как мы себя ощущаем в этом мире. И сейчас вот, мне кажется, я нашла гармонию, как ощущать себя хорошо. И придерживаюсь этого. И, в общем, если у вас тоже такое бывало, что вы постоянно чувствуете какую-то грусть, апатию, то пересмотрите свои привычки. Если вы создадите себе хорошие, полезные привычки, то это ощущение должно исчезнуть. Здесь я куда-то пришла непонятно куда. Потому что здесь я впервые иду гуляю. Решила сегодня прогуляться по дорожке, по тропинке, по которой я не ходила, и забрела в какой-то парк. Сейчас пойдем посмотрим, что тут есть. Снимем в этот парк. Сейчас посмотрим впервые здесь. Ну, здесь, в общем, не густо. Просто лавочка. Такие колонны. Иногда интересно сворачивать стропинок, по которым ты ходишь каждый день. И приходить куда-то, где-то еще не был. Так много в этой зоне домиков, которые пустуют, и здесь никто не живет. Так обильно, что люди используют эти дома только, чтобы приезжать на каникулы. Полностью все таунхаусы пустые. Просторно здесь впервые гуляю. Передай папе привет. Папа, привет! Мы тут гуляем. Мой рабочий день наконец-то подошел к концу уже в 7 часов вечера. Беру мотоцикл и направляюсь в центр Барселоны, на площадь Каталунио. Там сейчас... Там сейчас мой друг. И он сказал, что сможет меня подхватить со своей мамой. Они приехали, там, на какой-то визит в Барселону. Так что поеду не сам, а в компании. Это, конечно же, приятней. Прикольный фильтр для ночной съемки, потому что убирает все шумы. Но единственный минус – это вот эти рожки, которые я не знаю, как убрать. Уже вернулся домой. Встретился с малюткой тут. Она только что проснулась. И сегодня был очень тяжелый день. Не знаю, как люди некоторые катаются туда-назад. Ну, каждый день в Барселону. Хотя, может, мало кто так делает. Не знаю. Дорога выматывает очень сильно. Если даже я не за рулем, то все равно именно поездка в машине почему-то больше выматывает, чем на поезде. Да? Кто-то зевает. Кстати, сегодня я размышлял о тех людях, кто работает в этой фирме. Смог бы я так бы работать в такой компании, ходить каждый день в офис. Я вообще ни разу в жизни ни на кого не работал. То есть я даже не знаю, как это. Многих людей, с которыми я знаком, успели поработать уже на миллион работ. И строители, официанты на каких-то заводах. В общем, где они только не работали. Но у меня даже в жизни хорошо, наверное, это в большей степени хорошо. Потому что я занимаюсь тем делом, которое мне нравится, которое я сразу нашел для себя. Вот в 17 лет я начал, по-моему, фотографировать. И я сразу понял, что я хочу этим заниматься. Потом это перешло плавно в видео. И у меня всегда, в принципе, получалось с этого иметь деньги. И я за это очень рад. Но в любом случае, я отучился на инженера-электрика. И даже не забрал этот диплом. Он до сих пор там где-то в колледже, в универе. Я не знаю, в общем, можно будет его потом забрать. Но, скорее всего, да, там же остались все данные. Но, в общем, он мне так и не понадобился. И я уже ничего не помню, что мы там учили. Да, малышка? Вот так и нужно высшее образование, чтобы потом валялось где-то. Это, конечно, дожились, что я его даже не забрал. Это интересный случай. Вот красотка, смотрите, лежит тут себе. Проснулась, кайфует. Да? У тебя тоже эти рожки? Ну, я не могу их убрать, извини, пожалуйста. Ты не будешь обижаться. Просто фильтр очень хороший. Да, малышка? Скажи что-то. Что ты с мамой сегодня делала? Завтра я буду дома. Так что будем с тобой развлекаться. Да? Пойдем куда-то или поедем. Да? Потусим вместе. Малышка тут продолжает зевать. Это означает, что нужно подвести итог влога. Я сегодня вообще снимал немного, потому что был занят. Постоянно то фоткал, то видео снимал. У меня было... Я был как два в одном. И получается, хочу попрощаться с вами. Увидимся завтра. И все. Спасибо, что с нами. У нас уже наконец-то 7 тысяч. Мы стали снимать чаще. Конечно же, не какие-то такие креативные видосы, а чисто влоги. Но вроде тоже заходит. Так что будем продолжать. Все. Всем пока. Малышка тут захотела показать, как она переворачивается. Ну давай. О, отлично. Ну и что? Что это означает? Слушай, папе, как ты переворачиваешься. Давай. Оп. Давай-давай. Давай. 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 Давай-давай. Ну давай. Ну куда? Да не в ту... Ну не в ту сторону. Ну да, в принципе, туда что переворачиваться. Давай в эту. Давай в эту. Как ты делаешь ножку? Давай ножку. О, все. Перевернулись, смотрите. Резко. Следующий этап. Уже надо ползать. Ничего. Поползем. Так волосики отросли. Скоро можно будет прически делать. с малышкой. Да. Прически. Смотри, папа, какая у меня прическа красная. Ну ладно. Все, всем пока еще раз. Буду тут развлекаться с малышкой. И я вас... И я... И я... И я... Продолжение следует...